Самара готова к встрече гостей. На туристическом маршруте областного центра практически завершены ремонтные работы. Осталось привести в порядок лишь несколько домов. Большинство же многоэтажек гостевой линии получили обновленные фасады и кровли. Порадуют приезжих своим видом и памятники архитектуры. Об окончательных сроках и качестве работ в нашем материале. Из всех капризов погоды жильцы дома номер 320, что на московском шоссе, больше всего боялись дождя. Порядком обветшавший фасад вскрыл такие щели, что в квартирах из-за сырости стал появляться грибок. Я за 6 лет очень много получала жалоб от собственников о том, что во время дождей, особенно это был 17-й год, заливали даже мебель вся плыла у нас. Спасла жильцов от большой воды целевая госпрограмма, благодаря которой многие самарские многоэтажки преобразились до неузнаваемости. Особенно те, что стоят вдоль туристических маршрутов предстоящего чемпионата. Дом номер 320 тоже расположен на гостевой линии, а потому его фасад подлежал капитальному ремонту, да еще и с утеплением. Материалы применялись качественно, согласно смертной документации. Работы производились в срок с учетом пожеланий жильцов. Ну и в общем-то покраска также согласовывалась с учетом пожеланий жильцов и с главным архитектором города Самара. Сегодня в рамках подготовки к Мундиалю более 300 многоквартирных домов Самары радуют своих жильцов обновленными фасадами и кровлей. Практически 100% ремонтные работы проведены, подрядчики заканчивают определенные штрихи. Кроме лицевой стороны сделан ремонт по всему периметру домов. И кроме того сделано не только ремонт фасадов и кровель, сделано утепление, что соответственно сделало дома более комфортные для проживания жителей. Из 300, приведенных в порядок домов, более 60 имеют статус объектов культурного наследия. По состоянию на 31 мая еще ремонтируются фасады двух самарских многоэтажек. Подрядчик обещает уложиться в срок до 10 июня. Владислав Жирнов, Александр Дудко, Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова